Издательство Эксмо. Тара Эллис. Секрет шепчущих сосен. Сэм с трудом верилась, что всего через неделю после того разговора они с Элли были на пути в лагерь шепчущие сосны. Их мамы детально всё обсудили, но маму Сэм главным образом подкупила обещание воспитательного уклона и постоянный надзор. Ну и несколько нечестных обещаний Хантеру, чтобы он согласился посидеть с близнецами. Им пришлось в дикой спешке заполнять и сдавать разные формы, но тётя Кэти помогла с этим. Сэм получила место, и дальше всё пошло как по маслу. И вот подруги уже ехали на заднем сиденье ужасно шумного городского внедорожника в компании с двумя кузинами Элли и ещё тремя девочками из их отряда. Впереди была трёхчасовая поездка в каскадные горы. Сэм сидела на своей подушке со спальным мешком на коленях. Она почти не сомневалась, что когда двери автомобиля откроются, их сумки просто вылетят наружу, как при взрыве. Несмотря на тесноту и гам, её переполняло приятное возбуждение. Целая неделя походов по лесу, плаванье, гребли и, конечно же, катание верхом. Практически мечта, ставшая реальностью. Сэм с радостью согласилась бы ехать ей навстречу даже в трейлере с коровами. Они оставили позади океан, стали быстро подниматься по скалистым горам в перемешку с вулканами и успели заметить стратовулкан Рейнер, высочайшую точку каскадных гор, взмывающий к небу подобно миражу, пока его не скрыли собой более низкие хребты. Каскадные горы тянулись с севера на юг и делили штат Вашингтон пополам. Среди них было несколько активных вулканов, но самым известным был Сент-Хелленс, в последний раз извергавшийся более 30 лет назад, в 1980 году. Разумеется, Сэм и Элли тогда ещё на свете не было, но им рассказывали родители, которые в то время сами были ещё детьми. Поэтому девочки знали, что эти красивые прикрытые снегом вершины только кажутся тихими, а на самом деле очень опасны.